значит канал высшего я канал духа оттуда как будто воздух идет вот он идет в сердце то есть то что ты называешь как бы нехваткой воздуха когда ты дышишь да вот тебе сейчас как как будто как воздух да только это воздух с канала духа и она в сердце идет вот оно то и дыхание должно быть вот это как раз дыши дыши душой это называется ну как хорошо пошло очень из души вот ты дышишь вот так в разные стороны и все очищается просто дыхание такое приятное душа как будто вот знаешь ты вдох делаешь в душу да она как будто разворачивается и ты вот прямо ей дышишь душой вот так вот так разворот душа дышит как бы не ты дышишь а душа дышит вот душа должна дышать то есть дать дыхание душе вот то есть не дышать не телом а дышать душой то есть делаешь вдох она вот прям разворачивается дышит ну ты просто пыталась через тело дышать а вот ты когда я тебе сказала вот что вот идет канал духа да напрямую в душу вот в безграничность да некую в тебе и вот ты дышишь душой то есть не телом как бы дыхание идет а вот из этого света изнутри как будто душа разворачивается этим дыханием ну и вот она вот разворачивается сворачивается вот так вот и она как бы дышит душа дышит то есть вот тебе надо вот этот твоя практика когда дышать тяжело дышишь душой они телом какие-то там тяжелые спазмированности расправляются как травма душе какие-то может быть не принять это в общем душа должна вот так вот дышать все время говорят о том что мы забываем про душу дышим телом а должны дышать душой тоже то есть тело как бы дышит тогда когда дышит душа вот что говорят то есть когда душа перестает так дышать свободно тогда и телу становится тяжело дышать как следствие вот кстати говорят там когда какие-то панические атаки вот какие-то страхи вот надо делать все время эту практику потому что как раз вот душа нужно в эти моменты задышать какие-то внутренние каналы в теле тоже через это открываются дыхание напрямую связано с работой меридианов в теле то есть когда в каких-то местах дыша нет душа не дышит как раз вот эти вот спазма возникают пережимаются как будто вот эти вот меридианы перестает циркулировать там нормальной энергии потом уже как следствие нарушается работа тела то есть дышим сейчас душой даже вот в тех местах где в теле есть какие-то зажимы вот там душой тоже дышим душой дышим везде то есть вдыхаем как бы через дух дух как бы как будто соединяется с душой в центре в нашем и из этого происходит вширь уже дыхание вдох расширения много чего какие-то страдания есть душе и и вот это вот серость она как называется но типами на меланхолии безжизненности какой-то тоже вот краски жизни радость жизни радость жизни окрашена в разные цвета как раз когда дышит душа разные цвета в ауре появляются особенно вот сейчас животом через живот тоже там всякие непринятие много чего то есть расправить расправлялась чтобы душа то есть душа живет душа живет и тело потом через нее дышит из душа первично душа дышит а а потом уже тело подхватывает как бы за дыхание вот левая сторона глава шея плечом расслабляя То есть не думая умом, как происходит это дыхание сейчас тоже, просто дух посылает вот это дыхание в душу, и душа сразу делает этот вдох. Это и есть вот это соединение дух, душа и тела. Можно сказать, что дух привносит это дыхание в душу, душа делает вдох, потом тело подхватывает этот вдох. Так происходит само дыхание. Что-то говорится про то, что про желание души. Вот что душа дышит, когда её желания реализовываются. То есть как бы ещё больше усиливается это дыхание. То есть это даже не желание души, но это как нечто высшее. То, что душа воплощает здесь, да, вот оно как бы это дыхание усиливает, получается. А когда наоборот, не против желания души идёт, тогда спазмируется наоборот дыхание. То есть вот это желание, оно выглядит как само разворачивание души. То есть это даже сложно назвать желанием, да, как нечто такое человеческое какое-то желание. У души другое желание, оно как разворачивание выглядит самой души. То есть как будто вот вдох приходит, душа разворачивается, и вот оно этим воплощает как бы вот это вот своё желание жизни, там каких-то разворачиваний в пространстве и времени здесь. То есть она должна всё время в таком развернутом виде быть. Вот есть у нас такие выражения, да, как душа должна развернуться, чтобы ей там было где развернуться, да. Вот это как раз про это, что в душе надо разворачиваться всё время. То есть не даёт ей развернуться, когда против её желания, то есть вот этого зова разворачивания. Что-то против, когда идёт, противостоит вот этому разворачиванию, как преграда. То есть когда не по душе что-то происходит. Когда человек что-то делает, то, что ему не по душе на самом деле. Это создаёт вот эту преграду. Это как вот стена такая для души, да. Когда душа хочет развернуться, она раз в стену упирается. Потому что эта преграда возникает, когда человек делает что-то, то, что ему не по душе. Желание – это не как вот желание типа из серии «я желаю», да, чего-то. А это как бы само разворачивание. То есть душа, она вот есть, да, она вот разворачивается. Это её вот и есть её желание. Её желание – это разворачиваться. А это есть творение, как бы она творится всё время. Разворачивается всё время. И вот это не как желание пойти что-то сделать. То есть она разворачивается всё время в моменте. И в моменте могут быть разные ситуации. То есть и эти ситуации, когда они по душе, то душа разворачивается нормально. Когда они по душе, это вот блоки вот такие, кирпичики, да. И ей как бы тесно душе становится. И развернуться некуда. И вот как бы ты дышишь душой, да, вот эти вот кирпичики, они отваливаются. То есть надо, чтобы душе было место разворачиваться. То есть нельзя делать то, что не по душе. Всё просто. То есть жить по душе, чтобы было всё время всё. То есть даже если какие-то тяжёлые ситуации, то есть это как изменить самому себе. То есть предать самого себя. Делать что-то не по душе. И ты всегда знаешь, что ты по душе делаешь или нет. То есть не предавать себя. Не предавать свою душу. Нельзя душу предавать. Ты всегда знаешь, предаёшь ты её или нет. В любой момент. То есть там по душе тебе что-то делаешь или не по душе. То есть это некая вот такая вот внутренняя честность должна быть перед собой. Ну вот перед своей душой как раз. От этого возникает покой. То есть вот есть люди такие вот спокойные. Я говорю сейчас не про характер, а про внутренний покой, когда у человека есть. Это тоже имеет основу как раз вот с этим вот. По душе не по душе. Это ещё связано, вот я сейчас вижу дальше, это ещё связано с какой-то внутренней силой как будто. То есть душа как, если говорить по чакрам, да, как уровень анахаты и внутренняя сила как уровень манипуры. То есть они как будто в каком-то соединении, то есть душа и вот эта внутренняя энергия, сила, они вместе, вместе, как такое единое. То есть внутренняя сила, она как будто вот зависит, количество, наверное, внутренней силы зависит от того, насколько по душе человеку что-то. То есть она как будто приумножается, когда человек что-то делает по душе, вот это внутреннее некое состояние радости, силы, это сила духа в том числе. Это когда человек что-то делает, то, что ему по душе. Эти действия приумножают внутреннюю силу. Я вижу, что как будто огонь такой. Вот, кстати, может быть, это как огонь души тоже имеет место быть. Я вижу, что как огонь начинает внутри человека разгораться. Причём это огонь не просто огонь внутренней силы, это именно как огонь соединения огня духа и внутренней силы. Такое пламя рождается какое-то, пламя души в том числе. Вот какое-то такое пламя духа, пламя души и пламя внутренней силы. Три лепестка. Такие. Такие. Вот, задаю такой вопрос. А что сделать, чтобы уже то, что сотворено, что было не по душе, вот эти вот кирпичики, в которые упирается душа, не может развернуться, вот что с этим делать, чтобы они отпали? Как изменить то, что уже было сотворено ранее? Можно сказать, что это карма какая-то, да, сотворённая уже. Вот есть какое-то внутреннее знание, там в том числе есть ещё и прощение. То есть винить себя нельзя в этом. То есть не надо на себя ещё вину какую-то за то, что когда-то там предавали самих себя. То есть вины не должно быть, и должно быть вот это прощение самих себя за это тоже. Есть какое-то внутреннее знание. Знание вот этой вот некой честности перед самим собой. И есть, и всё происходит одномоментно, в сейчас, в моменте сейчас. То есть делать с этим что-то, как работа с прошлым, не имеет смысла. Есть только вот сейчас. Для души всегда есть только сейчас. И есть вот это внутреннее знание. Вот это прощение, как раскаяние, да, перед самим собой за какие-то прошлые ошибки, оно как раз вот одномоментно, сейчас, и убирает вот эти кирпичики. Это есть внутреннее знание о том, что было сотворено ранее. Прощение самих себя. И ещё раз делаем вдох через дух. Дух как бы вдыхает. Даже не то, что мы делаем вдох, да, а дух вдыхает у нас этот вдох. Душа разворачивается, делает этот вдох. Дальше тело. Да, простить самих себя. Ещё раз повторяется такой ответ. Вот, кстати, тело задышало сразу. То есть состояние внутренней честности перед самим собой и прощения самих себя и просто вот это дыхание. Позволение духа, дышать душой и как следствие телом. Их, да, сон. Это дыхание. Я беру, когда мы мы делаем вдох. Третий раз повторяем. Анастасия. Ну все, просто дышим столько, сколько хочется, с ощущением некого внутреннего освобождения, то есть должно быть такое состояние облегчения в душе, что душа развернулась свободно и хорошо со всех сторон. Продолжение следует...